Здравствуйте, меня зовут Геннадий Хворох. Научимся использовать условные предложения. Всего в английском языке четыре типа таких предложений. В этом уроке мы рассмотрим два из них. Нас будут интересовать времена глаголов, поскольку есть определенные ограничения. Итак, нулевой тип условных предложений. Они выражают общие истины. В них железная причина-следственная связь. Одно всегда вызывает другое. If you don't brush your teeth, you get cavities. Если вы не чистите зубы, у вас появляются дырки. Четкая связь между причиной, don't brush, и следствием, get cavities. Причина указывается в придаточной части предложения, а следствие в главной. When people smoke, they have surfers. Когда люди курят, их здоровье страдает. Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, if и when почти всегда взаимозаменяемы. When it rains, lessons are held inside. Когда идет дождь, занятия проводятся внутри. If it rains, lessons are held inside. И если идет дождь, занятия проводятся внутри. Смысл остался прежним. Такое возможно, поскольку одно «идет дождь» всегда вызывает другое. Занятия проходят внутри помещения. Во-вторых, как в придаточной части, так и в главной используется простое настоящее время. Это можно запомнить, например, так. Нулевые условные предложения отражают факты, которые всегда верны. Поэтому они не привязаны к прошлому или будущему. А для отражения фактов мы используем простое настоящее время. А теперь первый тип условных предложений. Он отличается от нулевого тем, что связь между причиной и следствием не строгая. Другими словами, событие, выраженное в главной части предложения, может и не произойти. If you rest, you will feel better. Если вы отдохнете, будете чувствовать себя лучше. Действительно, если отдохнуть, есть вероятность, что почувствуй себя лучше, но наступление этого события не гарантировано. Еще пример. If you want something, you will get it. Если вы хотите чего-нибудь, а вы получите это. Таким образом, первый тип условных предложений подчеркивает, что при определенных условиях что-то может произойти, а может и не случиться. Обратим внимание на времена глаголов. В придаточной части предложение всегда в простое настоящее время. Simple present. А в главной – будущее простое время. If the weather is fine, we will have a walk. Если погода будет отличной, мы прогуляемся. По-русски мы говорим в будущем времени, если погода будет отличной. В английском используем настоящее. If the weather is fine. Итак, если результат гарантирован, используйте нулевой тип условных предложений. If, when, плюс simple present. В придаточной части главный simple present. When you hit the ice, it melts. Когда нагреваешь лед, он тает. Но если результат вероятен, используйте первый тип условных предложений. If, плюс simple present. В придаточной части. И simple future. В главной части. If I have money, I will go to Italy. Если будут деньги, я поеду в Италию. В заключении о запятой в условных предложениях. В рассмотренных примерах придаточная часть предложения была отделена от главной запятой. Она ставится только в том случае, если вначале следует придаточная часть, а затем главная. Если наоборот, то запятая не ставится. We are in serious trouble if my mother knows it. У нас серьезные неприятности, если моя мама знает об этом. I will call her if I find her phone number. Я позвоню ей, если найду ее номер телефона. К уроку есть 10 условных предложений. Составляя их, обращайте внимание на времена глаголов. Отлично выполнить задание. Bye-bye!